Мы, наши соседи, мы живем как будто люди в Донбассе. Все говорят, там война, у нас войны нет, а мы же точно так же живем. Живем в городе, не в какой-то глухой деревне на Урале. Мы живем в городе, а необходимого просто света у нас нет. Их адрес ни дома, ни улица. Их адрес – дачный домик. У Надежды Вихляевой под номером 73. Женщина с семьей приехала в Липецк несколько лет назад из Бахчисарая. Ее дом – один из немногих в садоводстве «Сокол-2», где не отключили свет. Мы все оформили. Мы вместе с соседями, с друзьями собрались. Нас было почти 15 человек. Мы сдали все документы, сделали все, что требовал от нас ЛГЭК. Заплатили деньги, между прочим, еще в 2014 году, получается. 42 тысячи мы заплатили. Деньги с нас взяли. И только меня подключили из всех. Потому что трое детей, и мы сказали, что если вы нас не подключите, мы просто будем сидеть здесь у вас под кабинетом и не уйдем никуда. В дачных домиках «Сокола-2» живут около 35 семей. Примерно половина – с пропиской в садоводстве. Вся география бывших союзных республик здесь – Казахстан, Узбекистан, Молдова. Семья Гавалян из Армении. Жизнь при свечах началась с этого понедельника. Никак не нужны никого, нигде жить. Мы приехали сюда, чтобы вот так. Мы приехали сюда, чтобы жизнь нормальная, как нормальный белый человек, а живем ниже, чем там. Мы приехали тут просто дешевле купили дачу, чтобы жизнь как-то. Вот воду сделали недавно. Сред хотим сделать, не получается. К витке оплаты электричества с печатью садоводства на руках. Почему отключили электроэнергию, люди с дачной пропиской счетчиками понять не могут. На счетчике у нас все оплачено по 17 число. 18 числа мы оплачивали. У нас все оплачивали. Это всегда, потому что у нас за этим следят, проверяют, и мы оплачиваем всегда месяц в месяц. Председатель садоводства Татьяна Сдвижкова показывает бумаги с именами жильцов, которые подключились к городским сетям, заключили индивидуальные договоры с энергетиками. Проблема в том, что у них остались долги перед садоводством, и оплачивать их они отказываются. Женщина уверена, в нынешней ситуации во многом их вина. Получилось в результате, что не должники отключены от света, а отключены люди, которые ежемесячно, вовремя платят за потребленную электроэнергию. Чтобы вернуть свет в Сокол-2, садоводы с председателем побывали и в ГЭСКе, и в ЛГЭКе. В ЛГЭКе пояснили, отключили электроэнергию по постановлению городской энергосбытовой компании. А в ГЭСКе разговора не получилось. Мы взяли все квитанции оплатные и за 2014 год, и за 2015, и за 2016. Ежемесячные квитанции, оплатные, поступающие на счета ГЭСКа, поступающие на счета ГЭСКа, помесячно. Чтобы доказать, что на сегодняшний день отключены в садоводстве те люди, которые честно, ежемесячно оплачивают свои потребленные киловатты. Нас не приняли. В Липецкой энергосбытовой компании новая информация о садоводах может и платить. Вот только деньги их уходят на погашение старых долгов по электричеству. Платить за электроэнергию садоводство перестало еще в ноябре 2014 года. На сегодняшний день их долг составляет более полумиллиона, а если конкретно, то 630 тысяч рублей. Для того, чтобы СОКОЛ-2 не наращивал задолженность, мы прекратили поставку электроэнергии и разорвали договор электроснабжения. Что мы предлагаем сегодня? Мы предлагаем сетевой компании, которая владеет сетями садоводческого товарищества, навести там порядок. Навести порядок и организовать отдельный учет электропотребления для каждого домика отдельно. Тогда мы сможем отключать конкретных должников, а не весь дачный поселок. Примечательно, что договор электроснабжения садоводства с ГЭСКом был расторгнут аж в феврале прошлого года. Почему ЛГЭК приехал отключать свет спустя год с лишним, вопрос открытый. Какая черная кошка пробежала между ЛГЭКом и ГЭСКом, сейчас липчан с дачной пропиской волнуют меньше всего. Ведь после трех дней в кромешной тьме садоводству пообещали дать электроэнергию. Оксана Корабельникова, Андрей Зубков, Михаил Жилкин. Липецкое время.